Первый быстрый обзор. Вот такая здоровенная коробка с золотом, есть в серебре, есть с поворотом. Друзья, в этом видео попробуем заказать годовой набор 2020 года. Вот видите, 2018 года, какой красивый. Я его пробовал заказать на сайте, но вы знаете, что из этого вышло. И сегодня я вам покажу, какие классные наборы я получил. Вот такие, которых вы еще наверняка не видели, они только-только вышли. Я покажу, как они выглядят внутри и расскажу, как их заполнять. Так что, если вам это видео интересно, продолжайте смотреть. Я вам покажу именно эти наборчики. Ну, во-первых, хотел сказать, что у нас именно сегодня можно заказать набор 2020 года. Вот у нас анонсик в новостях. Собственно, что я и планирую сделать. Так как тираж у него большой, я не думаю, что нужно приходить прям ровно в 9.00. Хотя, кто его знает, какой национальный банк. Ну, сейчас у нас 10 часов и мы попробуем войти в систему. И что мы видим? Что здесь вот так выглядит внутренняя система национального банка онлайн заказов. Мы выбираем заказать и смотрим, конечно же, в наборах данный набор. Ну, видим, что по городу Харькову никакой продукции просто нет. Хорошо, давайте перейдем в сувенирную продукцию. Посмотрим, есть ли, возможно, что-то здесь, в этой вкладке. К сожалению, здесь тоже нет. Ну, интересно, вообще национальный банк заинтересован что-то продавать через свой онлайн сервис заказов. Давайте посмотрим прошлых годов. Нет, прошлых годов также ничего нет. Ну, может быть, что-то еще нет. Друзья, ну, мы видим, что, к сожалению, сейчас там в 10 часов утра уже никаких наборов нет. И судя по информации, кто мне писал утром, что через 4 минутки уже не было никаких наборов. Ну, я просто в это не верю, что 30 тысяч наборов могли разлететься просто-напросто за какие-то 4 минуты. Я понимаю, что наборы более редкие, 10 тысяч штук, например, да, там огромный ажиотаж, люди хотели. А тут вообще непонятно, с чем связано. То есть, мы просто-напросто не видим никакой продукции. То ли национальный банк не заинтересован продавать вот так вот для людей. То ли эти наборы были частично проданы тем, кто продавал их еще до официального, скажем так, релиза. То есть, вот информация неоднозначна вообще по данной ситуации. Я стараюсь не показывать обычно сайт, не рекламировать, потому что, ну, нет смысла в том, что рекламируют. Потому что все равно на этом сайте ничего не происходит, никаких нормальных заказов нельзя сделать. Поэтому я редко показываю этот сайт. Но сегодня тот день, когда стоило бы, конечно, заглянуть каждому и приобрести себе набор. Чуть больше 400 гривен он стоит. Вот такие вот новости, друзья. Ну, я думаю, при таком тираже они точно появятся на рынке в нормальном количестве. Если не будут создаваться каких-то дополнительных там ажиотажей. Хотя я не думаю, что 30 тысяч это супермало. Они точно появятся у всех, кто этого хочет. Друзья, а теперь давайте посмотрим на очень интересные наборы, которые я получил вот только на почте. Смотрите, ко мне пришла посылочка. Вот такие вот интересные упаковки от канала Magic Money. Серега, привет! Привет тебе в Одессу. Давайте я вам сейчас покажу быстрый такой обзор вот этих, этой посылки. И потом будем уже комплектовать. Значит, друзья. Вообще я всегда очень уважаю людей, которые делают свою продукцию. Которые создают что-то в Украине. Которые придумывают. Которые развиваются. И если вы помните, был вот такой вот набор. У нас 10 фактов о гривне. Также созданный каналом Magic Money. Ну и не только. Как я вижу по логотипам. Я делал обзор на своем канале. Как это все выглядит. Как потрясающе выглядит этот набор. Эти монетки 1 гривна. У меня, кстати, они в нескольких форматах есть. Есть с патиной. Есть покрытая золотом. Есть в серебре. Есть с поворотом. Вот так вот я укомплектовал свой этот альбомчик. Давайте посмотрим, какие альбомы сейчас вышли. Какие появились. Вот такая здоровенная коробка. Мы видим, упаковка у нее выдвигается. Знаете, напоминает мне такую небольшую видеокассету. Знаете, которая оп достается. Кто еще помнит, что такое видеокассеты. Как они там хранились. Вот что-то так мне. Потрясающее качество печати. Очень красиво. Сделан дизайн. 30 лет ко дню независимости Украины. И мы видим здесь такой вот наборчик, который раскладывается. И здесь мы можем размещать монетки. Во-первых, у нас 2 гривны с разновидностью 96-го года. Я буду заполнять, наверное, в следующем видео буду заполнять уже этот альбом. Покажу, как он в собранном виде. Сейчас такой первый быстрый обзор. Здесь информация о наших обиходных монетах. Я вижу на украинском и на русском языках. Это значит, что набор будет пользоваться спросом не только в Украине, а и в других городах. Например, в Российской Федерации, Казахстане, Беларуси. Я думаю, это будет интересно. Вот такие мы видим также у нас ячейки под 5-гривневые монетки. И со специальным защитным слоем. Вот мы также здесь можно размещать разновидности по металлам обиходных монет Украины. В принципе, что-то в этом есть. То есть мы видим тут нержавеющая сталь, у нас алюминий, латунь. То есть все-все-все разновидности по металлам. Такого я еще не встречал. Вот так выглядит с другой стороны. Довольно симпатичный, блин, реально классный альбом. И вот он будет смотреться на полочке просто шикарно. Качество печати, ну, да очень высокое, достойное. Давайте смотреть дальше. То есть я не хочу сравнивать с Национальным банком, но некоторые альбомы, например, области, которые сделал Национальный банк, и с этим просто не сравнится, потому что это гораздо круче. Дальше мы видим у нас следующий набор. Это у нас, ну так он запакован. Он посвящен Сбройным Ссылам Украины. Очень тоже яркие наши цвета. Здесь мы видим под монетки и под десятки. И тут это без подписи. То есть здесь на те десятки, которые планируются у нас выходить в следующих годах. А здесь мы видим под десятигривневые монетки, которые у нас цинковые. Они у нас уже подписаны. И, собственно, мы их в следующем видео разместим. Покажу, как это все выглядит. Здесь такая вот, я так понял, идея вещи, которые были сделаны в Украине. Это здорово, потому что их тут классно визуально показал Сергей. И делал небольшое описание. И вот здесь тоже. Ну, посмотрим, посмотрим более детально, немножечко попозже. Ну, хотя очень красиво, красочно. И действительно приятно держать такое в руках. Давайте дальше. И финальный, финальный у нас альбомчик. Кстати, вот он у нас, набор. Можем сравнить тот набор, который у нас с 18 года вышел от Национального банка. И вот этот вот наборчик, который мне прислали. Значит, по цветам напоминает мне набор с почтовыми марками. Был у нас такой набор. Сейчас покажу вам мельком, как он выглядит. Вот, видите, цветовая гамма. Вот, что-то мне прям вообще напоминает, напоминает. Ну, друзья, интересный обзор на этот. Напишите мне в комментариях. И вообще в следующем я буду заполнять. В следующем ролике я буду заполнять эти все наборы. Так, он так вот легенько выезжает. Вот, смотрите, как картоночка, видите, везде логотипы. Красиво сделано наша страна из монет. Гляньте, как выложили. Так, и здесь мы видим наши монетки, которые можно выложить с 18 года. У нас тут 50 копеек, как вы видите. 50 копеек для 50 копеек 2018 года. 50 копеек, 1 гривен, 2 гривен, 10 гривен, 10 гривен. То есть, соответственно, у нас, да, вот здесь 50 копеек, 1 гривен, 2 гривен. И тут десяточки. В целом выглядит довольно симпатично. Я думаю, заполним этот наборчик. И будет выглядеть в коллекции и на подарок абсолютно офигенно. Друзья, ну что, спасибо, что посмотрели этот ролик. Напишите в комментариях, удалось ли вам заказать набор, годовой набор 2020 года. Что вы вообще думаете по этому поводу? В каких регионах вы заказывали? Возможно, вы купили его гораздо раньше, чем он появился на официальном сайте. Но я не рекомендую переплачивать, потому что они большой тираж. Они в любом случае появятся с 30-тысячным тиражом. Их можно будет купить вообще без проблем. Спасибо всем. Ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok